На острове Богородский третий день ставят палатки и спецтехника. Внутри лагеря все оборудовано для управления в чрезвычайной ситуации. Представители МЧС из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края проводят смотр подвижных пунктов. Но уже на начальном этапе проверки не обошлось без замечаний. Там же сказано, должно быть разделено. Как принесут, перевязки делать, и тут будут детишки играть. И увидят, как там будет ему укол делать, или же там руку перевязывать. Абсолютно неверно. Все должно быть мобильным. Вот эти палатки, если зимой приехать, их не поставить. Зимой при 40-градусном морозе мы ее не развернем. Она просто треснет, лопнет. Это уже проходили мы и в Тыве, и в Хакасе. Указанные недостатки не мешают управлять силами и средствами. Главным минусом во всей проверке у республиканских служб – это мобильность. Когда у наших соседей давно уже имеются машины, в Бурятии до сих пор палатки. Однако, чтобы обзавестись вездеходами, республике не хватает финансирования. Подвижный пункт управления должен быть мобильный. То есть, на машинах высокой проходимости, соответственно, с прицепами. Чтобы мы не тратили время на развертывание дополнительных элементов, таких как палаты. Но в данный момент мы работаем, конечно, по развитию подвижного пункта управления. Но пока имеем то, что имеем. По хвалы удостоилось только Иркутское ведомство. Проверяющие отметили, что в Бурятии и Забайкальском крае развитие вперед есть. Но спасатели должны думать, как помочь людям, а не терять время на развертывание городка. Бояр Цедыпов, Борис Геленов, первая альтернативная.